Продолжение следует... Особенно важно, что у нас есть возможность задуматься, обратиться к своей душе. Ключевой темой дня книги стала тема миссионерства. Участникам поведали о пребывании в Самаровской ссылке в 20-е годы прошлого века епископа Германа в миру Николая Степановича Ряшенцева, причисленного к лику святых в 2001 году. В деревне Чучелинские юрты, что располагалось неподалеку от села Самарова, архиерей духовно окормлял коренных жителей, совершал таинство крещения. Главное духовное наследие епископ Герман оставил в наполненных светом отеческой любви письмах. И самая интересная страничка в его жизни, и как мы определяем, и как он сам говорил, это, естественно, деревня Чучели, хантейская деревня Чучели, где он прожил практически меньше года. Центральным событием форума стала презентация уникальной книги «Начальный православный молитвослов» на цирку на славянском и хантейском языках. При составлении издания использован тромаганский говор сургутского диалекта. Книгу представили автор проекта Ольга Звонова и настоятели храма святого Андрея Первозваного в деревне Нурскинская Ирей Дмитрий Галецкий. Работа над уникальным и необходимым коренным жителем изданием шла более полутора лет. Иллюстрированные молитвослов снабдили и аудиоприложением для тех, кто не может читать на хантейском, но понимает язык на слух. Книгу высоко оценило и научное сообщество филологов, носителей хантейского языка сургутского диалекта. «Я очень рада, что вышла еще одна книга на моем родном хантейском языке, на сургутском диалекте хантейского языка. И думаю, что эта книга поможет хантам, может быть, обратиться, если им надо это, если они в этом чувствуют потребность православной вере, вернуться, кому-то может вернуться в православный храм». «Хочу поблагодарить, в первую очередь, авторов, составителей, исследователей, которые провели огромную работу для того, чтобы запустить вот такую дорогую, замечательную, драгоценную вещь. Я думаю, что для вообще малочисленных народов это особенно важно, да, начальный православный молитвослов. Поблагодарить Ольгу Васильевну в том числе. И, конечно же, сказать, вы знаете, прозвучало много раз в ходе нашей встречи о том, что нужно ли это делать, да, а важно ли вообще это опыт. Я считаю, что это очень важно по той простой причине, что сегодня, если этот молитвослов пригодится хотя бы одному, двум или нескольким людям, это будет уже большое дело». «Перевод православных молитв, он не заканчивается изданием молитвослов. Конечно же, задача главная, чтобы он жил, чтобы он приносил пользу, чтобы люди, которые говорят на своем родном языке, коренные жители, ханты, имели возможность возносить Богу молитвы на том языке, на котором он им понятен». И еще одна особенность праздника православной книги. В этом году традиционную книжную выставку организаторы перенесли в виртуальное пространство. С подборкой изданий «Свет православия в Югре» можно ознакомиться на сайтах Государственной библиотеки Югры и Ханты-Мансийской митрополии.